Всем привет! С вами Приправоклаб, меня зовут Настя. Сегодня я предлагаю вам приготовить вкуснейшее блюдо техасской и мексиканской кухонь Чили конкарне. Первым делом займемся подготовкой овощей. Морковку очищаем, промываем и нарезаем небольшими кубиками. Болгарский перец очищаем от семян и также нарезаем небольшими кубиками. Пришло время перца чили. Количество перчика регулируйте по своему усмотрению. Если хотите, чтобы чили получился менее острым, то семена лучше удалить. Перец мелко нарезаем. На сковородку выливаем 2 столовые ложки оливкового или другого растительного масла. Выкладываем фарш. И жарим его, периодически разбивая лопаткой образующиеся комки. Готовим фарш до тех пор, пока он не приобретет коричневый цвет, а лишняя жидкость не испарится. Также очищаем и мелко нарезаем лук. Измельчаем пару-тройку зубчиков чеснока. Обжариваем лук на сковороде до мягкости 3-4 минуты. Добавляем к нему остальные овощи и готовим еще 5 минут. Добавляем специи. К чили конкардны хорошо подходят паприка, зира, орегано и кориандр. Готовим минуту. Добавляем томатную пасту. Обжариваем, помешивая, еще минуту. Берем томаты в собственном соку. И аккуратно разминаем их вилочкой. В сезон, конечно же, можно использовать свежие помидоры, предварительно сняв с них кожуру. К обжаренным овощам добавляем готовый фарш. В чили вливаем стакан воды или говяжьего бульона. Теперь добавляем томаты в собственном соку. Также добавляем пару щепоток сахара. И соль по вкусу. Перемешиваем и тушим на медленном огне 40-45 минут. При необходимости можно будет добавить еще немного жидкости. В самом конце добавляем консервированную или вареную фасоль. Перемешиваем и тушим буквально 5 минут. Чили конкардны хорош и сам по себе, и в сочетании с белым рисом, чипсами, начос или тортильями. По желанию в него всегда можно добавить тертый сыр, зелень или сметану. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на значок колокольчика под видео, чтобы получать уведомления о новых рецептах.